Ранним утром у главпочтамта стали собираться участники акции «Бессмертный полк». Отсюда колонна двинулась по ривьерскому мосту к стелле «Подвиг во имя жизни». «Бессмертный полк Сочи» это более 500 имен героев. Дело в том, что Сочи впервые так масштабно принимает участие в этой акции. Школьники специально изучали историю своей семьи, чтобы напечатать фотографии дедов-героев и занять место в этой колонне. Таким образом, герои-фронтовики, те, кто не дожил до 69-й годовщины Великой Победы, были снова в строю. Ну а ветеранов, пришедших на парад, встречали бурными овациями. Сочи в годы войны превратился в большой госпиталь. Более 300 тысяч раненых, это почти население города, были реабилитированы здесь за 4 года сражений. В память о подвиге медиков курорта к стелле возлагают цветы. Люди в белых халатах выделяются на общем фоне. Это они первые в строю. Затем ветеранов на ретроавтомобилях повезли к мемориалу воинской славы в завокзальном микрорайоне. Колонна уже по традиции возглавила победа мэра Анатолия Пахомова. К вечному огню ведут сотни ступенек. Ветеранам предлагают поехать в обход, но они предпочитают преодолеть этот путь пешком. В годы войны более 19 тысяч сочинцев ушли на фронт, и почти каждый пятый не вернулся домой. В память о павших на фронтах Великая Отечественная. Минута молчания и оружейные залпы. Дорогая цена была заплачена за Великую Победу. Погибших много, но мы доказали всему миру, что мы держава. Как было тяжело нам в первые годы войны, но мы помним, как стоял наш советский солдат. Мы помним Брестскую крепость и тех людей, которые до последнего патрона, до последней капли крови сражались за свою родную землю. Это не забыть никогда. Праздник Великой Победы дорог не только старшему поколению, но и молодежи. Сочинские байкеры каждый год поздравляют фронтовиков у вечного огня. С каждым разом все больше и больше новички подъезжают, начинают ездить. Мы их приобщаем к такими праздникам, как 1 мая, 9 мая. То есть это великие праздники, о которых забывать нельзя. В колонии на этот раз два ретро-мотоцикла. Их собирали, что называется, по частям, специально к 69-му Дню Победы. Это К-750. Были во время войны. Мотопехотный полк. Но он был уже где-то 43-44 года. Поток людей к мемориалу не прекращался весь день. Атмосфера праздника ощущалась и на улицах курорта. По дорогам города разъезжали колонны автомобилей с российскими флагами и яркими наклейками. В парке Ривьера постарались воссоздать атмосферу военной пары. Для ветеранов здесь были накрыты праздничные столы в каждом кафе. А все желающие могли отведать фронтовой каши. В Лазаревском районе 9 мая открыли памятник герою Советского Союза Алексею Малышеву. Он командовал отделением полка стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Одера. После войны работал военным комиссаром Лазаревского района. На открытие памятника пришли боевые товарищи и вдова-героя. Освобождал Варшаву и хорошо служил Родине в 42 календарных годах. Спасибо вам за память. А на самой высокой точке курорта башни горы Ахун еще накануне водрузили Знамя Победы. Эта акция проходит в Сочи уже пять лет подряд. Развиваться флаг будет до 12 июня. Затем его сменит флаг России. В День Победы был свободный вход во все музеи. Среди них и один новый. Он открылся в гранд-отеле «Жемчужина». Здесь собраны личные вещи и документы фронтовиков. Познакомиться с этой экспозицией смогут все желающие. Музей будет работать постоянно. А финишировал праздник на площади у Южного Мола. Горожан и гостей курорта ждал праздничный концерт и салют. Ровно в 22 часа черное небо над Черным морем озарилось тысячами разноцветных огней. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.